С увлеком того, что зараз на Гомичине у парадок проводятся усе райцентры, на врате ветку можно назвать показальным городом. А летое, что теперь гадаться правды прыгожий город, факт несумненный. Масштабная работа по добропарадку не тут началась в минулом году. Тады увагу надали у тымлику практически всем центральным улицам ветки. Все это рухаться больше, зручно станет еще по некоторых городских дорогах. Шесть улиц, которые также будут благоустроены с покрытием асфальтным новым, с тротуарными дорожками. Опять же, мы продолжаем работу по благоустройству нашего озера Ставок, где заканчиваются работы с установлением каких-то малых архитектурных форм детские площадки. Некольки десяти годов тому в озере Ставок у овецы покрыху зарастала травой, мило-вельми неприглядный выглядит и выкорестовывался. Только что накупали, когда на березе палили в огнище. На початку тысячи годов водоем начали проводить у парадок. Все это тут меркуется открыть в остров Каханя, куда после регистрации в ЗАГСе будут приезжать молодые. По отсутствии, озеро становится еще одним знакомым местом ветки. Причем частку работ планируется выконать силами местовых организаций. Не все работы по добропорадкованию проводятся только за бюджетный кошт. Уречься на вести парадок на земле после зимы можно бесплатно. Причем, в соответствии с этими классных подворками, такие территории организации, как у даденном выпадку, ветковской средней школы. Такие работы не потребуют ни некой специальной квалификации, ни значного часа. Инче справа, что в связи с поздней весной на вести парадок необходимо у короткий термин. Сдать объект ранее запланованного часу, обещают и будильники ветковского бассейна. Сегодня тут просует, когда 200 человек. Причем просованный день протягивается не до 21 вечера. На минувом тыдне, когда велись бетонные работы, працевали у вогули круглосуточно. По словам простонников генподрадчика, самый складанный этап пройдены. До речи, неколи бассейн был у сучастной ветковской гимназии, где за складанностью с эксплуатацией его закрыли еще в 90-х годах, минулого 100-го дня. Завершена монолитная работа, закончена большая и малая чаша плавательного бассейна. Идет перекрытие большой чаши, и выходим полностью на делочные работы. Наружные сети и благоустройство. Алексей Теров, Евген Макеенко, телерадио-компания «Гомель» с Ветки.